Я думаю, что после выступления Владимира Владимировича в Генеральной Ассамблее в мире поменяется довольно многое, потому что в этом выступлении очень мало сказано открытым текстом, но очень много намеков, достаточных для аудитории. Ведь в зале на сей раз собрались главы государств и правительств, люди, получающие информацию, так сказать, закрытую и, соответственно, гораздо лучше представляющие себе реальную картину мира, чем те, кто, как я, вынужден довольствоваться тем, что удается выловить из средств массовой рекламы, агитации и дезинформации. Соответственно, насколько я могу судить, намеков для этих людей вполне достаточно, чтобы указать им на конструктивные пути взаимовыгодного, то есть выгодного для большинства присутствующих преобразования глобальной структуры. В частности, там было достаточно, на мой взгляд, убедительно показано, что дальнейшее следование приказаниям и предписаниям Соединенных Государств Америки порождает последствия пагубные не только для тех, кто их слушается, но в конечном счете и для самих Соединенных Государств. И уж во всяком случае, что те, кто не слушается Соединенных Государств, могут, объединившись, ничего не опасаться. Поэтому, мне кажется, что теперь гораздо больше государств задумается о формировании новых объединений, чем о подчинении Сталин. И это, на мой взгляд, очень серьезно изменит мир к лучшему. Анатолий, а какие вот ваши прогнозы и мнения касательно операции несотрудничества России с Сирией? Насколько это нужно России? И что может произойти? Кто-то говорит, что это будет второй Афганистан. Ну, во-первых, второго Афганистана не получится просто потому, что в этот раз Россия будет поддерживать регулярную, хорошо закаленную и очень хорошо идеологически мотивированную армию, которая уже на своей шкуре испытала, что значит террор в собственном доме и полна желанием этот террор изгнать или туда, откуда он пришел, то есть в конечном счете, в Соединенные Государства Америки или вообще с лица земли. Соответственно, и нам, скорее всего, не понадобится вмешиваться в ход боевых действий прямым силовым путем, а будет вполне достаточно поддержать тех, кто сам хочет и умеет сражаться. Ну, а что касается того, зачем это нам нужно, процитирую свое собственное очень давнее четверостишее. Чем дальше от родных границ встречать возможную угрозу, тем меньше риска ощутить ее вблизи родной березы. На сей раз мы встречаем угрозу, исходящую, по сути, из-за океана, хотя и не непосредственно за океаном, но все-таки достаточно далеко от родных границ. — Скажите, сегодня вы в каком качестве участвуете в конференции, о чем вы будете им говорить? — В этих конференциях я всегда участвую в качестве сумматора. То есть я обычно беру слово в самом конце и говорю, что мне представляется самым важным в выступлениях предыдущих ораторов и как все это связать в единую концепцию. — Понятно, хорошо, спасибо большое. — Можно меня тоже? — А можно тоже? — Водка меня. — Чтоб вы отстали ответили, что здесь никто не смог со мной. — Какая-то яблоко держать. — Прикольно, пока. — Так, у тебя как бы садиться, что нахрен. — У тебя зарядка такой с собой? — Да. — Ну так иди хоть что-то поставь пока на зарядку, пока нет никого. — А вот эта камера стоит на этом, да? Уже выставлена. — Ну ладно, тогда забивайте эту, потом поставим. Блин, а что Миша ничего не поснимает ему? — Я стараюсь. — А, своя, своя. — Паша, надо что-то с этим делать. — Я наматывал этот шнур. — Да я откуда знаю, почему мы приезжаем. Ты говоришь об этом сейчас. Проверяй по сто раз, если у тебя такие бывают. И батарейку найди. — Я камеру взял, все будет хорошо.